Добрый вечер, уважаемые телезрители Солигорского телевизионного канала! В эфире интересная передача и ее ведущая Снежана Асевич. В пятницу 29 апреля в словацких городах Братислава и Кошица стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой. Около 800 миллионов человек посмотрит первенство мира по телевизору и около 350 тысяч станут непосредственными свидетелями хоккейных баталий на ледовой арене. Во многих странах мира хоккей по праву является национальной игрой. Но много ли мы знаем о хоккее? Сегодня мне бы хотелось рассказать вам об этом интереснейшем игровом виде спорта. Хоккей с шайбой – командная спортивная игра на льду, которая заключается в противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. Традиционно местом рождения хоккея считается город Монреаль в Канаде. Когда Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты привезли с собой на эту землю хоккей на траве. Поскольку канадские зимы очень суровые и длинные, то в этой местности всегда приветствовались зимние виды спорта. Прикрепляя резаки для сыра к своим ботинкам, канадцы играли в эту игру на замерзших реках и озерах. 3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория» был проведен первый хоккейный матч. Каждая из команд состояла из девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола. Впервые на льду поставили хоккейные ворота. Чуть позже несколько студентов Монреальского университета изобрели первые семь хоккейных правил и сделали резиновую шайбу. Через некоторое время игра стала очень популярна и была основана в Монреале – любительская хоккейная ассоциация. В конце XIX века в провинции Антарио в Канаде прошел чемпионат для четырех команд. Была проведена и первая международная встреча между канадской и английской командами. Вскоре появились крытые катки с естественным льдом. Чтобы он не таял в стенах и крышах, прорезали узкие щели для доступа к холодному воздуху. А затем в Монреале построили и первый каток с искусственным льдом. Игра в хоккей стала настолько популярной, что в 1893 году генерал-губернатор Канады лорд Фредерик Артур Стэнли приобрел за 10 геней кубок, похожий на перевернутую пирамиду из серебристых колец, для вручения чемпиону страны. Так появился легендарный трофей – кубок Стэнли. Сначала за него боролись любители, а затем и профессионалы. С 1927 года кубок оспаривают команды Национальной хоккейной лиги. На кубке гравируются имена его обладателей. С 1930 года мировые чемпионаты по хоккею стали ежегодными. И до сих пор такой регламент не повторил никто. Хоккейный чемпионат мира таким образом на 10 лет старше футбольного и на 30 лет старше баскетбольного. Его история включает уже 67 турниров, а это больше, чем у футбола, хоккея, бенди, баскетбола и волейбола вместе взятых. Днем рождения хоккея в Советском Союзе считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве, Ленинграде, Лиге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Советские хоккеисты отличались великолепной техникой катания и высокоскоростной игрой. И это неудивительно. Большинство из них прошли школу хоккея с мячом. В 1954 году советские хоккеисты дебютировали на чемпионатах мира и сразу же заняли ведущее положение в мировом хоккее. Уже первая встреча с канадцами закончилась победой советских спортсменов 7-2. Эта победа принесла сборной СССР первый титул чемпиона мира. Считается, что первый в истории белорусского хоккея матч состоялся зимой 1940 года в Бресте, куда приехали на игру студенты Минского института физкультуры. Более широкое развитие хоккея в Беларуси начинается в конце 50-х годов. С того времени число хоккеистов в республике значительно увеличивается. К моменту развала СССР на территории нашей страны существовало три команды мастеров «Динамо», «Неман» и «Хим». Конечно же, о полноценном чемпионате и речи быть не могло. Благодаря строительству ледовых дворцов искусственный лед появился во многих городах Беларуси. Возникли хоккейные клубы. Кроме того, белорусскому хоккею были предоставлены налоговые льготы, которые позволили повысить финансирование этого вида спорта. Стал проводиться отдельный чемпионат Беларуси. Рождение хоккейного клуба «Шахтер» связано с введением в строй в Солигорске ледового дворца. В конце 2008 года на исполкоме Федерации хоккей Республики Беларусь была озвучена инициатива о создании в Солигорске хоккейной команды, в которой будут выступать две пятерки молодежной сборной и одна юношеской. Позже решено было создать на базе «Шахтера» фарм-клуб первого белорусского представителя в КХЛ – Минского «Динамо». Хоккейный клуб «Шахтер» выступает в Белорусской экстралигии. Серебряный призер сезона 2009-2010 годов. Национальная сборная команда Республики Беларусь по хоккею с шайбой первый матч провела 7 ноября 1992 года. Уже 1997 год стал для сборной Беларуси успешным. В апреле в польском Сосновце белорусским хоккеистам под управлением Анатолия Варивончика удалось выйти в группу А первенства планеты. Двумя месяцами ранее в австрийском Инсбруке сборная Беларуси в борьбе со сборными Австрии, Казахстана и Норвегии добыла путевку на зимние Олимпийские игры 1998 года в Нагана, где добралась до четвертьфинала. На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити белорусская сборная под руководством Владимира Крикунова достигла самого громкого успеха в своей истории. 20 февраля на льду в Вест-Вэл-Эй благодаря шайбе Владимира Копотя им удалось обыграть в четвертьфинале одного из фаворитов турнира – сборную Швеции и выйти в полуфинал. Месяц в игре 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! В рейтинге Международной Федерации Хоккея сборная Республики Беларусь занимает 10-е место. На хоккейной площадке должно быть установлено защитное стекло и поверх стекла защитная сетка, предотвращающая вылет шайбы за пределы площадки и, как следствие, попадание в зрителей. В центре поля – красная линия, разделяющая площадку пополам. Хоккейные ворота укрепляются на штырях, для которых во льду просверливаются отверстия, и ворота могут сдвигаться, чтобы игрок, столкнувшись с ними, не получил травму. Большое внимание уделяется хоккейной экипировке. Спортсмены заботятся о том, чтобы максимально обезопасить себя от болезненных ударов шайбы и клюшки, от ударов при столкновении с другим игроком, от падения за борт. Матч по хоккейу с шайбой состоит из трех периодов по 20 минут чистого времени. В случае ничейного результата по окончании трех периодов назначается дополнительное время – овертайм. В случае ничьей по окончании овертайма пробиваются штрафные броски – булиты. На матч обычно заявляются 20-25 игроков от одной команды. Одновременно на поле со стороны одной команды должны находиться 6 игроков – 5 полевых и 1 вратарь. Допускается замена вратаря на 6-го полевого игрока. Смены игроков возможны как в паузах во время остановки времени игры, так и непосредственно в ходе игры. Хоккейный матч обслуживает судейская бригада, состоящая из трех или четырех судей. В хоккее с шайбой игрокам разрешается применять так называемую силовую борьбу. Запрещаются подножки, задержки соперника руками, задержки клюшкой, игра высоко поднятой клюшкой, удары руками, локтями, атака невладеющего шайбой соперника и тому подобное. Нарушившие правила игрок удаляются с площадки на определенное время. Удаленный игрок проводит время удаления на скамейке штрафников. Штраф в хоккее может быть малым – 2 минуты, большим – 5 минут и дисциплинарным – 10 минут или до конца игры. Штраф в хоккее может быть малым – 10 минут и дисциплинарным – 10 минут. Штраф в хоккее будет, где тренируются будущие профессиональные хоккейские ученики Минской областной детской юношеской спортивной школы «Шахтер». Скажи, пожалуйста, чем тебе нравится хоккей? Ну, хоккей – это спорт. Когда выигрываешь, очень от этого радостно. Хоккей – это очень весело. Какими качествами должен обладать хоккеист, чтобы быть хорошим игроком? Он должен бегать, отбирать шайбу, забивать ворота и очень ловко ее ловить и кидать. Хорошо справляться с плюшкой, шайбу антиплировать, броски, чтобы были все время подзываткой. Я занимаюсь хоккеем уже третий год. Я являюсь уже в команде «Шахтер» и капитан уже. Кубир у тебя есть? Да, Михаил Гробовский. Хоккеем начинают заниматься, как правило, в возрасте 7-8 лет. Во время игры хоккеисты выполняют многочисленные рывки, ускорения, остановки, торможения, броски, ведут силовые единоборства. Эффективно выполнять эти действия могут только те хоккеисты, у которых хорошо развита сила мышц. Хоккеист должен быстро стартовать, тормозить и маневрировать на коньках, вести, передавать, принимать, бросать шайбу и обводить соперника. Кроме того, он должен быстро реагировать на действия соперников и партнеров, быстро оценивать игровую ситуацию. Придем всех желающих, спустя лет, самое главное, чтобы ребенка желания, квалифицированные тренера работают. Заняли первое место в чемпионате Белоруссии в группе «Белоруссия». За три года мы выбираем команду, которая 5-6 лет уже занималась. Какими качествами должен отбывать мальчишка, чтобы стать настоящим профессиональным профессиональным предприятием? Ну, скорее всего, не бояться льда, сайбу, семьяковский, мальчишка. Ну, характер должен быть в первой очереди. Уже много лет хоккей радует нас захватывающим зрелищем, непередаваемыми эмоциями, накалом страстей и непредсказуемостью результата. Мужественность, гибкость, ловкость и выносливость – вот главные качества, которыми должен обладать бесстрашный хоккеист. Желаю вам только положительных эмоций при просмотре матчей и болеем за Беларусь! До встречи!